Привет, ребята! Привет вам из Лондона! Привет вам из моего угла! Сегодня 15 апреля, время 7 часов вечера в Лондоне, а температура за бортом 8 градусов тепла. Но кто смотрел мой сегодняшний маленький стрим, тот заметил, что очень сильный ветер задувает. И таким образом вчерашняя жарюка, которая была больше 20 градусов, сменилась вот этой вот мерзкой, между прочим, погодой, которая была даже и дождь. Ну, а сейчас мы с вами поговорим о чем-то совершенно интересном, но другом, но другом. Даже не знаю, с чего начать. Откровенно говоря, я хотела бы давно уже поговорить с вами о потопе, который начался, что называется, всемирный потоп с Востока, который зашел на Россию с Востока, в то время как всемирный, что называется, пожар с Запада. Ну, в общем, короче говоря, про затопы в Омске. Очень сочувствую я пострадавшим, надеюсь, что им компенсируют. Конечно, очень сложно поверить в то, что эта такая травма, ну, очень быстрая, будет преодолена людьми. И мне очень-очень шаг. Ну, а сейчас, как говорится, посмотрим в суть этого явления. Вот, честно говоря, честно говоря, с самого-самого начала, когда я это все услышала и увидела, эти ужасные кадры, то мне сразу же на ум пришла мысль посмотреть на карту железных дорог. И я на нее посмотрела, на карту железных дорог. Я очень не верю в такие вот совпадения. Я имею в виду, что неожиданно для всех в Америке стали падать мосты. Значит, сами понимаете, что происходит на Украине. И вдруг, неожиданно для всех, значит, произошло вот такое явление, как всемирный поток. Я, между прочим, являюсь полным экспертом по этому месту, по этой местности, я бы так сказала. Кроме того, я все-таки что-то, ну, понимаю в географии. Вот, и как учитель географии могу вам сказать, что для того, чтобы в классе наступила тишина, чтобы дети заняты были в то время, как ты ведешь опрос, то самое лучшее, что можно придумать, это и дать задание где-нибудь что-нибудь расследовать по карте. Лучше всего, чтобы это здание было какое-нибудь замысловатое, типа того, что, посмотрите, дети, вот вам город Верхоянск, а вот вам город Санкт-Петербург. На одной широте находятся, в то же время в Верхоянске вызревают эти арбузы, а в Санкт-Петербурге дощи. И вот детки, конечно, кто посмекались, и кто любит раскинуть мозгами, сразу говорят, боже, зачем же я так поступил, не учил вчерашнюю, параграф по географии. Хотя, значит, что нам говорит карта? Что нам говорит карта? И тут надо честно сказать, что, разглядывая эту карту, я, что называется, вспомнила о родине. Как это в песне поется, А где-то там вдали курлычут журавли, Они о родине заснеженной курлычут. Вот, венциносные журавли, между прочим, водятся в тех краях, о которых мы сейчас с вами говорим. А именно, я посмотрела и увидела на карте, значит, такой поселок называется Жиланды. Там протекает речка Сыросу, что в переводе означает соленая река. Ну, она не соленая, конечно, но, значит, если гугл хорошенечко разглядывать, там, значит, есть такая опция гостиницы, где поесть, аптеки, продукты, развлечения, торговые центры, значит, АЗС. Так вот, в это поселение Жиланды ничего такого не найдено. Ближайшая ЖД-станция Туэмайнак. Честно говоря, это, наверное, новое какое-то название. Область называется Улы-Тау, Туэмакский село Туэмак. Значит, есть один отзыв об этой станции, ЖД-станции, такой, станция довольно печальная. И, честно вам скажу, я понимаю, о чем сказал автор. Ну, и вторая такая станция, тоже ближайшая, уже про нее я как раз знаю, это станция АТАСУ. На этой станции АТАСУ товарищ Николай Миллер 13 мая 22-го года буквально оставил такой отзыв. Является узловой. На Караганду он ехал, но сама по себе маленькая. Вокзал никакой. Были зимой и очень замерзли. Ну, в мае он пишет, а был зимой. Пока ждали поезд на Караганду. На Каражал он ехал. Поезд на Каражал. Есть перрон освещенный. Поезда в большинстве строем очень малую остановку имеют на этой станции АТАСУ. Дальше больше. Станция Женарка. Даже есть фото этой станции. Довольно большая. Вокзал просторный. Есть где перекусить. Вкусно, недорого. Снять денег не удалось. Сообщает тот же самый товарищ Миллер. А другой товарищ Жаркын говорит в 1921 году. Значит, жало ждания хорошее. Фастфуд там есть. И общественный туалет. Честно, для меня общественный туалет это один из лучших показателей, что что-то на этой станции, как говорится, функционирует. Дальше идет станция Коктенколи. Уже ближе к теме. Карагандинский область, Шетский район. Так вот, значит, когда я там имела вот в этой же ланды родиться, станция, называется Коктенколи, а раньше это было Калхоз. Коктенку? Совхоз, извиняюсь. Так вот, значит, это был Караганинский область, Шетский район, а потом это перешло в Джисказганскую область, Шетский район. Ну, в паспорте у меня написано, тем не менее, Караганда. Месторождение где-где в Караганде. Значит, какие отзывы у нас о станции Женаркада? Значит, что отзывы станция, как станция, долго не задерживались. Дальше. Замечательное место, слов не хватит. В 21-м году человек написал в июне. В июне там действительно может быть и неплохо было. Не плюс 40 еще. Женарка, мой родной край, так очень красиво, действительно красиво. Особенно весной, когда цветут тюльпаны и так далее и тому подобное. Рядом много магазинов, вежливые кассиры. Время там остановилось лет 30 назад. Все есть. Отличное место. В общем, вот так. Ну и дальше станция, которая видна. Это станция Агадыр, Карагандинский, Шетский район. А был он Агадырский район, когда я родилась там. Агадырский район, а не Шетский. Значит, ну, я имею в виду Агадыр, тем более, что странно, но, значит, его переделали, район сделали Шетский. Он так и остался. Значит, вот такое, такое. Значит, отзыв об этом тот же самый. Про станцию Женарка Владимир М. Написал в 19-м году. Плохой перрон. Зимой вообще проблема добраться. Ну и все люди пишут, что да, Караганды, если хочешь оттуда попасть, то таксисты задирают такую цену, что лучше, как говорится, не спрашивать. На минуточку 200 километров до Караганды, от этого места, ближе к городу Жесказгану. Кто понимает, о чем идет речь, тот понимает, что речь идет о таком месте, как Байконур, который находится между Карагандой и Жесказганом в этой бескрайней, не побоюсь этого слова, полупустынной степи. Ну так вот, о чем вообще идет речь? Сейчас кто-то меня спросит, шо, шо, шо ты хочешь этим сказать? Для этого я советую вам посмотреть на карту. Если бы у меня было больше средств, то возможно будет, я бы вам, кажется, ее здесь вот на заднем плане бы везде показала вместо своей прекрасной физиономии, но, увы, приходится, что называется, рассказывать на кошечках. И вот, и вот, возникает здесь такая тема, на которую никто пока что еще не говорил. «В Кремле решили строить главную дорогу Евразии». Называется тема. И вот это второй, что называется, источник, который обратил внимание на эту проблему. В чем заключается проблема? Она заключается в том, что в этом самом месте, о котором мы с вами так подробно разбираем. Значит, проходит железная дорога. Она идет от Омска, ну, то есть транссибирская, да? Значит, магистраль. Сибирская магистраль из Владивостока пересекает в районе Омска, Казахстан, на Петропавловск. Дело в том, что это очень прямо, что называется, прямо, прямо через Омск, Петропавловск, дальше Кастанай, и идет туда уже на Курган. Там, где спят Курганы темные, что называется. На Кустанай. Но! 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 И раз уж мы, как говорится, взялись за это дело, рассказывать на пальцах географическую карту, то мы должны заглянуть еще и исторически на это дело. Откуда? В Казахстане, в северном Казахстане, находится город Петропавловск, который переименовать, как, допустим, город Кустанай, Кыстанай, возможно, ну и которые названия я вам здесь все приводила, они все исключительно казахскими. А вот там, на севере, где протекает эта самая речка, которая наделала Иртыш, приток Оби, столько шороху, значит, там находятся поселения, такие, Петропавловск, Украинка, Полтавка, дальше Полтавка и всякие такие странные названия, которые наводят на мысль, о которой нужно сказать несколько, как говорится, несколько широко. Что я имею в виду? Когда я лично ехала по этой железной дороге в 18-м году, это когда был Мурдервиль, кто помнит, в 18-м году, то все иностранцы имели полное право шарахаться по этим железным дорогам туда-сюда обратно и находиться в России без визы там 30 дней и тому подобное. В общем, короче говоря, очень-очень льготные были условия и не воспользоваться ими было нельзя, конечно, естественно, Так вот, в городе Москва посетили мы мавзолей. И в этой очереди, стоя на мавзолей, значит, с нами стояли, присоединились такие молодые люди. Они прямо с чемоданами присоединились с вокзала, такие очень восхищенные, с какого-то, не знаю, типа Донецка российского. И они ничего, вообще от слова ничего не знали об истории России. Хорошо, что они знали, кто такой Ленин. Но люди, иностранцы, которые стояли с нами в очереди, которые или учились, или их родители учились в Советском Союзе, они и то знали больше, чем эти молодые люди, выученные по учебникам товарища Сороса, не по выездам. Так вот, значит, давным-давно, еще аж при царе Петре, когда он сказал, что Россия будет прирастать Сибири, осваивать это дело, пустились казаки. Причем казаки шоу донецкие, шоу запорожские, ну, в общем, короче, казаки и казаки. И они со всеми своими обозами, со своими, как говорится, детьми и домочадцами, и за всеми своими, не побоюсь этого слова, домашними куровами и все такое, понагрузились на обозы и поехали в Сибирь осваивать эти края. И они ехали, когда было возможно, летом и весной, а зимой они к зиме останавливались на берегу реки, и там они строили свой, что называется, охражденный забором от диких зверей, как он назывался, сейчас забыла, в общем, не буду сейчас говорить, ну, скажем так, город. Таким образом, возникли все эти города Тобольска, далее Омска, далее Томска, далее Красноярск, и Новосибирск, и все это, как говорится, и на Тихом океане свой закончили поход. Практически через равные участки, как ни странно, эти города находятся. Также возник город Петропавловск, и также возникли все эти всякие разные, теперь вы поняли, там всякие разные вот эти вот украинки и тому подобное полтавки. Значит, и вот, во время Советского Союза понастроены были всякие разные пути железнодорожные, в основном железнодорожные. Сейчас построены очень хорошие, между прочим, с твердым покрытием шоссейные дороги по Сибири. Я лично ехала, знаю, особенно в районе города Екатерины Бурга, который назван, кстати, в честь первой жены Петра Первого, а не Екатерины Великой, как некоторые могут подумать, и город Екатеринослав, который нынче Днепр, он, значит, был как раз в честь Екатерины Великой назван. Да, так вот, теперь смотрим на карту. И вот, что мы понимаем. Сейчас не могу сказать, когда. Ну, в момент величайшего, я бы хотела сказать, это предательство. В момент величайшего предательства. Еще раз. Значит, произошло такое, все эти земли стали принадлежать, что называется, Карабасу-Барабасу. Маркизу Карабасу-Барабасу. Не называйте имя, никто него не знает, но, в общем, короче, все это ни за что было отдано на откупе, что называется, как это сейчас любят говорить, западным пантнером. и все эти залежи и пролежи. Не без того, что когда товарищ Еленин, как он, Еленин, да, Еленин, значит, баб сбежал в Лондон, то он пообещал, что он лично поможет отбить станцию Байкону для британских, что называется, космонавтов. Вот, потому что сам он мечтал тоже полететь у космос. Я вам уже рассказывала, что я в свое время ехала в лифте с товарищем Леоновым, цартом, я знаю, и товарищ Леонов привез на выставку, ну, не он сам, конечно, на выставку были привезены первые космические станции в честь того, что в этот год осуществился полет товарища Пика. Недавно я, кстати, видела рекламу, что он теперь еще раз полетит в космос. Ну, раньше он полетел, тренировался, он на Байконуре и с россиянами полетел. Вот, а теперь он полетит, как я понимаю, не знаю, откуда, из Казахстана же он полетит уже, который будет, не знаю, не знаю. Знаю только одно, что возникли серьезные терки по поводу Байконура, отчего все очень рады, что наконец-то со станции Восточной буквально несколько дней назад полетела тяжелая ракета. Да, так вот, она, как вы заметили, полетела буквально недавно со станции Восточной. А в это же самое время вся эта область была затоплена, как вы сами понимаете, потопом. Все это говорит нам о том, что со станции Омск никакие поезда не могли, скорее всего, ехать в сторону большой, что называется, Руси. А куда же они едут? Значит, именно в Омске, как я это уже посмотрела сразу, как только увидела про затопы, расходятся две ветки. Одна идет наверх, а другая идет на низ. через Казахстан. Так вот, которая идет через Казахстан, она выглядит так. Она идет на Петропавловск, уже известная, Кастанай, который раньше сколько помню был Кастанай, Оренбург, где Оренбургские пуховые платки вяжут, Саратов, Саратов, вот это где три сестры были в Москву, в Москву, в Москву, Воронеж, Курсак, где Соловьи, Кию, Житомир, Ровно-Львию. Это вот идет та веточка через Казахстан. А вторая идет на Ишим, Тюмень, туда она наверху выходит, но главное она идет на Курган, Екатеринбург, Казань, Казань брал, а другое я ничего не помню, что брал, Челябинск, Арзамас, Москва. Так вот, так вот, значит, здесь протекает полноводная река Иртыш, которая впадает дальше в опь в районе города Ханты, Мансийска, там, где добывают лаз. А второй ее приток река Тобол, тоже очень меандристая такая река, такое поравнение они обе текут, там они так столько стоят у них меандров, вот они, это она в районе, конечно, Тобольска, да, и вот она в районе Тобольска, она впадает в Иртыш, река Тобол, которая течет через те самые всякие разные курганы, через Кистынай и туда подобное, и она впадает в Иртыш, а потом уже это дело впадает в опь. Значит, кто помнит, кто не помнит, напомню, что в свое время, когда страной правил пятнистый, а теперь горбатый, то его жена, как говорят, была большой, большой, это когда лоббировала, я бы так сказала, лоббисткой интересов переброски северных рек. слава Богу, что это, как говорится, не как говорится, не осуществилось, как говорится, потому что представлять себе, если бы эти реки повернули, поворот хотели повернуть и питать пустынные, как говорится, вот эти все разные степи, и пустыни всяких разных Туркестанов. Ничего не имею против Туркестанов, но представляю себе, что бы это было сегодня. Так вот, мы с вами подходим к такой мысли. Значит, в году не помню о каком, когда вторая ветка Северного потока почти была построена, но это уже, наверное, в 16-м, но после 14-го точно, значит, была осуществляема идея о том, чтобы товары из Китая шли в обход России. И вот эта самая станция, о которой мы с вами сейчас рассказывали в начале, Агадыр, значит, через Омск, это дело, я уже сказала, еще раз повторю, значит, Омск, сюда, Бетропавловск, Эстенаи, вернее, да, значит, Сумы и так далее на Киеве, то было предложено, чтобы на Казахстане это дело поворачивалось в сторону Каспийского моря. Через Каспийское море эти грузы из Китая должны были переправляться в контейнерах и потом перегружаться не помню где, Грузии где, и потом они бы должны были подниматься в Одессу, а потом в общем, короче, говоря, такой был сложный придуман маршрут, и он бы сокращал доставку грузов из Китая не через Россию и Беларусь, а через Украину, аккуратно Польшу. И это дело все покрылось медным тазом именно на станции Акадыр. Потому что эти поезда увязли там на этой станции, я вам сказала, как значит товарищ Миллер описывает что сама по себе маленькая, вокзал никакой, были зимой, очень замерзли, значит, пока ждали поезд на Каражалом, поезда в большинстве своем. В общем, короче, в этом месте не тут такие бураны, что целую неделю мел буран. И я, как знаток, могу вам сказать, что это нечто. Ты не видишь своей ладони на уровне вытянутой руки. Ничего не видно. Метет буран. Все заметает по самую крышу. И по этой причине эти поезда застряли там на целую неделю, таким образом, значит, удлинив время доставки. А уже не говоря, там перегружения вот эти все. Одним словом, от этой идеи пришлось отказаться. Но теперь, когда видно, что станция восточная заработала и можно с нее запускать космические аппараты, то вовсе необязательно арендовать и платить аренду. Ну, скорее всего, будет. Но, во всяком случае, неполноценную аренду, уже не ориентируясь, не надо платить аренду на Байконур. Пусть сами, сусами, пусть британцы запускают, если хотят, если попробуют, если возможно, им туда будет добраться. потому что, как я уже вам сказала, здесь идут две железнодорожные ветки сюда, на Байконур. Одна из них шла вот так вот через Кыстынай со стороны Сургута, Магнитогорска, сами понимаете, та самая магнитка, вот, а другая шла с газом, значит, через сюда тоже Оренбург, вот это все шло двумя ветками вниз на Казахстан. И Омск это была самая-самая главная ветка. А теперь спросите меня и я вам скажу, я человек далекий от конспирологии и верю искренне, что все это произошло случайно. Вот такой вот страшный затоп. Но когда он произошел, этот славный дамбой все попрорвало, то понятное дело, что кто-то в Кремле решил строить главную железную дорогу Евразии в обход Казахстана. и решили не через Омск на идти на значит на Тобол туда, а как бы протянуть ветку несколько севернее соединить. И эта ветка, между прочим, это 500 километров пути. Но она будет электрофицирована, она будет современная. И не в последнюю, думаю, очередь. Когда товарищ Вров поехал в Китай, тут буквально два дня назад, то обсуждалась, наверное, именно эта идея по поставкам по новой железной дороге, которая соединит, можно сказать, захуталые очень области, лежащие севернее, чем Казахстан. И в результате, как было сказано, не только лишь будет, что называется, преодолена вот эта непонятная никому вот эта вот санкционно всякая разная гребедень, а люди получат цивилизационные преимущества по ходу этих 500 километров. Для примера, такая страна, как Литва, вдоль и поперек, из севера на юг, из запад на восток, это всего лишь 300 километров. Вот такое будет строительство. Такое будет осуществлено строительство, чтобы в будущем не иметь никаких проблем с поставками. А что же они там кому поставляли и что будут поставлять, и ты меня не спрашивайте, я ничего об этом не знаю и не подозреваю. Но на какой-то период вся эта логистика принакрылась медным тазом. И чтобы такого больше не произошло, будут думать, как поступать. Ну а пока пока.